Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от Жизни, это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня у нас три интереснейших матча, матчи, причем не такие, как в прошлом выпуске были, что мы там играли с командами из низа таблицы. Сегодня у нас игра важная против Кардифа, который сейчас выше нас на одно место. Одно очко всего, что нас отделяет, победа, означает, что мы опережаем их и попадаем на седьмую строчку. Также у нас дальше идет матч против Лица, они сейчас идут чуть повыше, чем мы, они идут сейчас в зоне, еще не прямого, конечно, попадания, но они, как бы, так сказать, первые в этих стыковых матчах. Третью строчку они занимают, ну и также еще одна игра против Рейдинг. Они идут на одиннадцатой строчке, тоже здесь вот отставание в семь очков, но все равно можем их и потерять, эти очки. И сегодня у нас выйдет против Кардифа первый состав, я так решил сыграть первым против Кардифа, вторым все-таки рискнем против Лица, сыграем, потому что здесь все-таки, ну, либо успеют восстановиться, там будем дальше смотреть, если успеют, то сыграет еще матч первый состав. Ну и против Рейдинга, скорее всего, мы сыграем вторым составом, здесь у нас, потому что игра против Миддлсбро, а они сейчас мы тоже, они идут выше, так что нам хоть как надо будет играть против Рейдинга вторым составом. Поехали. Кардифа, Престон, давайте мы наденем гостевую, вот она наша расстановка, поехали. Итак, выездной матч, именно сейчас у нас прям пойдет борьба за седьмую строчку, мы сейчас на восьмой, Кардиф идут на седьмой, так что будем за нее мы и бороться, идем в атакующую. Отдает передачу на Козлова, тот пытается отрываться, у него это получается, отрывается от защитника. Но это уже пенальти, это стопроцентное пенальти, можно было и удаление дождать. Скорее всего, еще с Козлов и будет пробивать это пенальти, так как у него вроде, почему меня поставили. Мельников, нам Мельникову говорят, давайте Мельников пробьет пенальти. Я не знаю, то ли в девятку шмальнуть, вроде до девяток никогда не достают, ну вот сюда вот куда-нибудь шмальнем. Отлично! И Максим Мельников забивает пенальти. В стиле Крещена Роналда он отпраздновал этот гол, важный вообще гол против Кардифа. Ну и замечательно. Голкипер вообще остался на месте и в самую внутреннюю девятку, вот, Максим забил. И сейчас узнаем какой-то его гол, второй, третий, наверное. Ладно, третий уже гол Максима в чемпионшипе. Ой-ой-ой, ну это все, это прям разыгранный был сейчас угловой Кардиф, сравнивая счет. Нам надо бежать сейчас еще в нападение, забивает нам. Я не буду это произносить, ладно. Все, начинаем, как заново. Козлов. Козлов 2-1, отлично! Хорошо сейчас все это было разыграно. Ну и Козлов лидер просто нашей атаки в нападении. Замечательно вывел у нас вперед. Вот, теперь уже с игры. Десьмельников отдает. На Кучаева вроде. И так вот прям. Это левая нога сейчас у него была. Да, левой ногой, пушкой просто засадил. И все, забивает он уже там 7-8, наверное, мяч сейчас 8. Все угадывают, кто сколько забивает. И опасно, опасно, опасно! И все-таки все равно мы пропускаем. Кардиф сравнивает уже второй раз за игру. Здесь ничья. Нельзя сказать, что чья-то ошибка. Ну, оборона уж точно. Но в ближний угол пропустить, это тоже уже, наверное, и вратарская ошибка. И все, ничья. Боевая ничья против Кардифа остается. Наша команда на своих позициях. Мы на 8-й, они на 7-й. Обидно, конечно, Кучаев, лучший игрок этого матча. Игра была равной. Какие у вас впечатления от игры в вашей команде? Ну, две прекрасные обороны, это уж точно. О чем вы думали, когда соперник сравнял счет? Ну, конечно, мы хотим побеждать в каждом матче, это уж точно. Мэйденс Лейнг был неудержим. Это из-за него вы сегодня смогли выиграть сегодня. Так, он забил нам гол, поэтому похвалим его. Пусть будет так. Прекрасный игрок, скажем. Так. Прокачиваем. Гапонов у нас 66-м стал. Прокачался, молодец. Так, нам пришло сообщение. Тренер, за текущий вклад в игру команду с учетом уровня оплаты. Других игроков и достоин большей зарплаты. Скоро вернемся. Так, Буренков, а что я с ним разве не подписал контракт? Сейчас проверим. Вроде мы у Буренкова... Да, мы тебе подписали контракт, что тебе еще надо? Нам надо вот с Полиной Сироткиной, с Романом Трушечкиным еще. Вот это зимой у нас сейчас все этого изменится, я надеюсь. С кем еще? С Масаковским, с Мишиным, по крайней мере. Вот с такими. Так, ну у нас все так же еще восьмая строчка держится. Ну что же, игра сейчас у нас против лица. Правда, что Трушечкин отказался продлевать контракт. Скажем, надеюсь, он останется вот так, потому что мы сейчас действительно с ним переподпишем. Сможете поддерживать такой уровень и дальше сбавлять обороты мы не намерены. Каким будет ваш подход к этому матчу? Средоточиться и сыграть хорошо, но это факт. Так, игра у нас против лица. Играем мы первым составом, он у нас остался все так, как и надо. Лиц был на третьей строчке, сейчас глянем на какой они сейчас. А лица пустились, они проиграли игру, на четвертой строчке они. Победа сегодня дает нам возможность, во-первых, уйти в отрыв до, ну если проиграет Шеффилд, до 5 очков. И попробуем мы оторваться от кардифа, если они проиграют, а мы выиграем в 2 очка, это тоже будет замечательно. Так, ну вот, лиц против Престона. И сейчас у нас еще и Ливень на стадионе. Поехали. Итак, в нашей карьере мы очень хорошо играем против лидеров, тем более сейчас у нас один из лидеров, четвертая строчка, команда лиц. Посмотрим, что из этого выйдет. Стадион забитый. Мы готовы. Отлично показать, мы будем, наверное, здесь все-таки от обороны играть в таких вот матчах. Поехали. И Константин Кучаев. 36-ая минута, 1-0, Престон выходит вперед, отлично. Атака, закончилась гон. И Козлов 2-0, все, но это уже точно победа. Забивает Козлов свой девятый мяч. Здесь хорошо еще и от защитника. Теперь уже правой ногой в дальний угол. Ну и все супер. И меняем мы после этого гола именно Козлова. Вместо него уходит Жамалединов. Миламед, отлично. На бровке так мяч отобрал. Еще и остался. Масаковский уходит в отрыв. Его никто здесь не держит. А отлично еще и Масаковский. Это разгром, просто сейчас лидся в гостях. 3-0. Не зря выпустили вместо Ефремова Масаковского. Ну и тут забивает еще и левой ногой. Или правой, я все-таки что-то пропустил этот момент, какую ногу он пробил. Болельщики лица недовольны. Да, левой ногой. Левой ногой в этот же угол, куда я Козлов пробил. Для Масаковского это первый гол. Поздравляем его с дебютом. А может быть и сейчас четвертый получится заложить Жамалединов. А Жамалединов четвертый закладывает на последних минутах. Это, наверное, самая крупная наша победа будет. В этом сезоне уж точно. Обыгрываем четвертую строчку. И забили им четыре мяча. Четыре на выезде. Кто бы мог вообще подумать, что такое будет. Ну и вот Жамалединов забивает. Сейчас знаем, какой он гол забил. И Жамалединов забил уже второй гол в чемпионшипе. Все, свести арбитр. Разгромная победа над лицом. 4-0. Вы довольны игрой, которую показывает Петраков. Ну, все комплименты, естественно, заслужены. Оборона сейчас насухо сыграла. Не слишком ли просто было против лиц Юнайт? Можно и лучше, скажем. Вы ждали более упорной борьбы. Это было неожиданно. Не могу так сказать, я бы я так сказал. Все. Дов мне нам там говорит. Спасибо за время. Горжусь тобой, мы скажем. Сборная Канады нам предлагается. Тренерам сборной мы отклоняем. Победа наша над лицом помогла нам лиц сбить на пятую строчку. Нам это просто как набор очков. Сейчас у нас их 42. Для нас дает сейчас хорошо, что мы обыграли. В отрыв мы ушли на 5 очков. Одну очку все так же до Кардифа. Но, если так смотреть, 15 очков нам до Увы Збровича. Но нам хотя бы вот зацепиться за вот эту шестерку. Здесь всего лишь 2 очка. Вот. Смотрим, что нам там говорят. Задачи не выполняются. Инвестировали. Ну, в молодежную команду у меня денег просто нет. Я подумаю. Скажу насчет Баумгартнера. Но сейчас действительно выходит у меня второй состав наконец-то. Кто ждал, дождались. Криво Харченко также в составе. Рейдинг у нас идет чуть ниже там. Тринадцатая строчка. Но мы теперь можем так рисковать. Выпускаю Криво Харченко. Мы так и останемся на... Не опустимся ниже восьмой строчки на сегодняшний выпуск. Потому что сейчас это последний матч. У нас отрыв 5 очков. Это замечательно. Вот она расстановка. Поехали. Итак, последний матч на сегодняшний выпуск. Мы играем дома против Рейдинга. Пока что у нас ничья и крупная победа на сегодняшний выпуск. 4-0 мы обыграли лиц. Просто что-то невероятное. Даже не посмотрел рекорд наш это или нет. Меламед на Скворцова хорошо сейчас сыграл. И Скворцов на первых минутах. Отлично. Шестая минута. Скворцов уже с голевой от Меламеда забивает. Хорошая игра у нас сегодня ожидает. Мне это уже нравится сразу. Шестая минута. 1-0. Спокойно. Нет. Нет. Все-таки забивает. Все-таки Рейдинг забил. Но здесь нельзя сказать, что от Кривохарченко именно эта ошибка пошла. Неплохо. Баумгартнер. Ну, Скворцов. 2-1. Отлично. В концовке еще и первого тайма вот так вот раскатали до верного практически. И Скворцов забивает дубль. Благодаря этим голам он, скорее всего, еще долго не подпустит. Во второй дэш состав в основу Жамаледдинова. Хотя вот Ефремова, говорят, надо выпускать. Но мы не будем вообще делать никаких замен. Нам дальше играть против Миддлсброй. Уже посмотрел в чемпионате сначала. Потом уже и в кубке будет матч. Ну и замечательно. Какой гол это уже у Скворцова. Это четвертый. Неплохо. Пошла подача. Ой-ой-ой. Ну это все. Выплющит даже Мельникова на 18 минут. 2-2 счет. Все. Снова у нас ничья. Такая же со счетом 2-2. Обидно, конечно, терять очки в матч. Хотя ты ввел. Но Скворцов дубль нам не помог выиграть этот матч. К сожалению. Клуб Скворцов сегодня показал клуб Скворцов. Что значит клуб Скворцова тогда? Сегодня показал великолепную игру, но все равно не выиграл. Скворцов прекрасно сыграл. Как вы думаете, ваша серия продолжит? Сколько мы уже 6 матчей не проигрываем? Это замечательно. Игра была равной. Какие у вас впечатления от игры вашей команды? Мы должны были выигрывать. Итак, после сегодняшнего матча у нас Кардив, естественно, набрал очки. Теперь у нас не одно, а три очка отставания. Бристель нас там догоняет. Да, три очка. Теперь не пять, как было. Бомгартнер благодарит нас. Проведем еще одну последнюю уже тренировку. Айвазян 68 рейтинга теперь. Так, нам приходит сообщение. Трушечкин. Я вот... Нам все уже говорят, что надо с ним либо переподписывать контракт. Но я сейчас жду, потому что у меня должны забрать у Конора. Его уже забрали. Это отлично. Значит, деньги у меня есть. Сейчас я гляну, точно ли есть деньги. Да, вроде как деньги вот эти вот добавили. Ну все, тогда сейчас прямо при вас. Подпишу контракт именно только с теми, с кем мне прямо надо. Вот Трушечкин. Сюда прямо уйду, финансы, переговоры. Вторная пока невозможна. Ну пусть сидит, тогда думает еще. Сироткина пока что нет. Надо именно тех, кого прямо надо. Масаковского надо. Вторная пока невозможна. Лобанов, Нишин. Вот с Матвеем хотя бы переподпишем. Так. Он у нас ключевой, скажем, пусть верят. Да, согласились. Пять лет. Тоже согласились. Без отступных принимаем. Ну и что по зарплате вам? Четыре тысячи евро. Пойдет? Да, их это устроило. Это замечательно. Все, вроде здесь мы со всеми. Теперь нам, ну Юлия вряд ли нам нужна, но мы проведем переговоры, чтобы если что ее продать. Так, мы рады. Нерегулярные, да, согласны мы все. На пять лет, да. Игнорируем отступные, ну и зарплата. Зарплату, ну я не могу ничего поднять. Тысяча вам пойдет. Хотя две тысячи. Ну согласимся. Все, две тысячи мы отдали. Масаковский пока что не хочет переподписывать. Да я вот так вот даже легче сделаю. Ну все. Получается у нас вот трушечки. Давайте Полину тоже подпишем, что бы нет. Тысячу, надеюсь, ей хватит. У нее сейчас там пятьсот стоит. Нерегулярные, мы согласны. На пять лет. Ну мы сейчас попробуем даже с ними в аренду некоторых поотдавать. Ну сейчас трансерное окно. Опа, они даже меньше хотят. Исключаем бонус. Все, на четыреста они так и согласны. Это хорошо. Ну все, нам надо Масаковского переподписать и трушечкина. Так, теперь зайдем еще раз в центр составов и смотрим. Криво Харченко, долг не остаются. Полину я, она так и стоит в списке аренды. Здесь полузащита вообще неприкосновенная. Юля тоже. Получается все. Все, кто нужен, у меня стоят в аренде. Будем ждать. Ну, в следующем выпуске у нас матч против Миддлсбро. Потом кубок Англии будет уже 1.32 и Блэкбурн Роверс. Так что я не знаю, каким составом мне надо играть против Миддлсбро первого числа. Хотя у меня сейчас там второе вообще не готово, чтобы потом сейчас играть четвертого достойно. Это будет трудно, но мы попробуем. Тем более Миддлсбро не так плохо играют. Они сейчас даже вот выше нас на четвертой строчке, где и был Лидс. Сейчас они уже на шестую упали. Так что спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбола Дожидан Аттель. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok